Кадета Валерия Бута в шутку называют «засланным казачком». Но кому еще понадобится переезжать из солнечного штата Флорида в Краснодар и там поступать в казачий кадетский корпус, с ирони говорят одноклассники. Но Валерий признается, вернувшись с родителями из США на родину, в казаки записался, чтобы побороть собственную лень. А теперь уже готов и в Соединенных Штатах открыть кубанский казачий курень. Они такого не знают. Ну они как? Они вообще мало что знают, если честно. Я бы хотел открыть, чтобы люди хотя бы знали, что это такое. Я бы рассказывал по-английски им, как это. Звал бы людей, знакомых. Хотел бы это развить, потому что мне кажется, что казачество – это очень древняя культура, которая должна развиваться. Казачий кадетский корпус имени Бабыча, в котором учится бывший житель Америки, первый в Краснодарском крае. Уже в далеком 94-м году он открыл двери для будущих казачьих выпускников. И уже тогда конкурс сюда был не хуже, чем ведущий в УЗы Кубани. 20 человек на место. И до сих пор каждый держится за него. Быть отчисленным отсюда признаются кадеты губернатору Краснодарского края. Позор для казака. Для ответа в удары. Хорошо! И на полевой! Подготовку казаков можно сравнить с военной. Здесь тоже есть свои взводы, командиры, дневальные. Даже на обычном уроке физики – задачи в стиле милитаре. Александр Ткачев как раз попадает на занятие о баллистическом движении. С научной точки зрения на интерактивной доске кадеты изучают технику стрельбы. Я продемонстрирую баллистическое движение пули, выпущенное военнослужащим из пистолета, а также зависимость дальности полета от угла выстрела. Какой оптимальный вариант? Как нужно стрелять? 40 градусов. Максимальное значение будет дальности полета. Такая подготовка приводит к тому, что большинство выпускников разлетаются, как горячие пирожки, в армию, полицию, ФСБ. В разговоре с атаманами делится Александр Ткачев. С одной стороны, это говорит об уровне обучения кадетов, но с другой, будущих казаков необходимо уже за партами настраивать на то, чтобы свою службу они продолжали в Кубанском казачьем войске, которое занимает первое место в стране среди 11 реестровых войск. Речь идет о том, что мы должны думать и о том, кто сменит наших атаманов в районах, в муниципалитетах. Это тоже сегодня отдельная стезя. То, что здесь куется, воспитывается смена достаточно серьезно, на профессиональной основе, и с учетом опыта, с учетом исторических корней, я знаю, что и многие атаманы приходят сюда. Это здорово. Мы получим совершенно другой уровень уже атаманского корпуса, и я бы хотел, чтобы вы тоже на это обратили внимание, чтобы какая-то часть кадетов, она, в общем-то, была сориентирована на жизнь атамана, заместителя, потому что на этом во многом сегодня строится наша казачья жизнь. Взращивать себе замену – это такая политическая задача. Это наша одна из главнейших функций. Сейчас в Краснодарском крае шесть казачьих кадетских корпусов. Юноши принимают после шестого класса. Причем больше половины из них приезжает из маленьких деревень, станицы, поселков со всей Кубани. Стать кадетом может каждый, даже тот, у кого в роду не было ни одного казака. Ведь это не только происхождение, но и состояние души делятся с губернатором сами кадеты. У меня была воспитательница в детском саду. У нее сын, он выпускник. И вот я помню, когда он приходил в форме парадной, как он гордился. Меня привлекло внимание. Я постоянно ждал момента, когда я закончил шестой класс, чтобы поступить в этот кубанский казачий кадетский корпус. Современные условия диктуют и новые требования к системе казачьего образования. Будущие атаманы должны быть не только обученными военными, но и грамотными управленцами. Тесное сотрудничество Министерства образования и казачьих обществ, разработка совместных учебных пособий – все это новые ориентиры в современной подготовке казачества, считает Качо. Сами кадеты уверяют, готовы к любым нововведениям в учебном процессе. Но изменения ждут не только тех, кто сидит за партами, но и тех, кто преподает казачью науку. Учителя кадетских корпусов в скором времени, возможно, станут проходить переподготовку, чтобы не отставать от времени и всегда находить общий язык с казаками 21 века.